Всем привет! В этом цикле видео я расскажу, как коммуницируют между собой системы. Для того, чтобы вы поняли несколько важных тем. Первое — это HTTP протокол, второе — это программа Postman, потому что она очень часто используется нами в работе. И для начала, для того, чтобы показать общую картину, я покажу это на примере систем. Вот у нас есть какая-то условная система 1. Это может быть продавец авиабилетов, вот, сейлс какой-то. И есть какие-то авиакомпании. Авиакомпания A, авиакомпания B и авиакомпания C. У каждой авиакомпании есть список своих авиарейсов по направлениям. Они отправляются в определенные даты, в них есть своя загруженность и так дальше. Для того, чтобы продавцу, для того, чтобы продавцу предоставить какому-то конкретному человеку информацию о том, что у нас есть, вот этот вот агрегатор, он может делать запросы сюда. В старину, конечно, это делалось все просто телефонными звонками. Нужно было обзвонить все авиакомпании и узнать, есть ли у них авиабилеты, либо приехать в аэропорт и оббежать все стойки. Но сейчас это делается все намного проще. Все эти системы, они объединены и находятся в интернете. Между ними есть соединения, и они могут между собой общаться. Сразу же определим, что общаются они по разным протоколам, но мы будем рассматривать только один протокол, который называется HTTP протокол. Он расшифровывается как гипертекст трансфер протокол. Он появился в стародавние времена, но работает очень хорошо и до сих пор. В чем идея? В чем идея? Идея в том, что эти системы между собой должны как-то общаться, и вот этот вот агрегатор авиабилетов, он должен сделать запросы в каждую из этих систем для того, чтобы получить ответ, какие билеты есть в какое-то направление. Допустим, у нас есть требования. Вот клиент говорит, у нас есть пункт 1, пункт 1, пункт вылета, и есть пункт прилета, есть дата, и есть определенное требование к количеству билетов, которые ему нужны. Например, он летит с семьей, три человека. То эти требования, они упаковываются, упаковываются и отправляются в каждую из этих систем. В каждой авиакомпании может быть свое требование к запросу, и они будут, и опять же, свое требование к ответу. Каждая авиакомпания может давать в своем виде ответ и принимать в своем виде вопрос. Представим себе, это могут быть как разные люди, которые общаются на разных языках, но вот этот агрегатор, он должен знать все эти три языка, и потом из них перевести все на один и отдать ему. Давайте по порядку. Представим себе, что у нас есть какой-то пункт, пункт откуда, так я его и напишу. Сюда пишется код аэропорта, вот ATL, допустим, Атланта. Потом to, то есть куда мы летим. Допустим, мы летим в Salt Lake City, Utah. Видите, уже начинается формироваться объект. И здесь потом пишем дату. Дата должна быть тоже в определенном формате. Это либо может быть какой-то Unix формат, либо вообще все что угодно. Допустим, это будет просто вот в таком формате. 29-й год. И количество билетов. То есть сюда мы пишем количество билетов. Как видите, это все хорошо упаковывается в объект. И этот запрос может быть представлен в виде такого объекта. Если у каждой авиакомпании есть свое требование к отправке этого запроса, то он уже будет вот этим агрегатором подстраиваться под каждую эту систему. Потому что это может быть требование для авиакомпании A, а для авиакомпании B нужно отправлять в другом запросе. Допустим, пункт A, ATL, пункт 2, Salt Lake City. Дата, она может быть вот в таком виде восприниматься. И формат у нее может быть другой. То есть вот просто к примеру того, как они между собой коммуницируют. Это может быть требование для авиакомпании 1, это может быть требование для авиакомпании 2. Просто имейте это в виду. Ну, вот этот агрегатор, он отправляет каждой из авиакомпаний запрос в своем формате, который нужно для этой авиакомпании. И авиакомпания уже возвращает ответ в своем формате, который для нее считается нормальным. Но агрегатор, вот этот вот агрегатор, он примет, примет ответ каждой авиакомпании и приведет его потом к одному виду для того, чтобы показать это в своем интерфейсе. А в каком обычно виде будут отдаваться ответы? Ответы будут отдаваться, скорее всего, в виде массива. То есть в виде массива. Либо это может быть какой-то объект, внутри которого будет массив. Все что угодно. Ну, представим себе, что эта компания, авиакомпания будет давать это в виде массива. Вторая авиакомпания, это будет отдавать ответ какой-то, типа там статус, окей. Окей, и потом здесь может быть свой список, список в виде массива. Ну, ответ может быть совершенно разный в зависимости от того, как эти авиакомпании выстраивают свой интерфейс взаимодействия с внешними участниками. И вот это слово, интерфейс взаимодействия, он называется API. Он называется просто отдельными буквами, вот так, API. Поэтому, когда вы слышите слово API, либо на русские манеры вы еще говорите API, ну, вообще правильно говорите API. Если вы будете работать в американских компаниях либо англоязычных, то, скорее всего, будете называть его API. И что это значит? API это значит, что каким образом, каким образом вообще будет настроено настроенное взаимодействие между ними, чтобы мы понимали ответ. Вот компанию A отправляется в таком виде запроском, и он отвечает вот так. В компанию B он отправляется вот уже вот в таком виде, в компанию C может быть еще вообще в своем формате. И API это значит, что как бы мы не... что мы можем общаться с каждой системой в своем формате и потом из этого все сводить. В общем, API это вещи про договоренности. Ну ладно, этот момент чуть-чуть позже мы рассмотрим. Давайте перейдем к части получения ответа. Когда они коммуницируют между собой, они отправляют друг другу запросы. То есть какая вот система отправляет сюда запрос. Запрос, он обычно говорится, что это request. Вроде так. Либо коротко просто rec, либо просто коротко request. и он получает назад ответ. Он получает назад ответ. Вот таким вот словом res, response. И request, response. То есть системы общаются между собой только реквестом и респонсом. То есть мы отправляем туда request, получаем респонс. Отправили request, получили респонс. Они общаются парами. Вот это одна транзакция, это пара. Запрос, ответ. Запрос, ответ. Какая структура этих реквестов и запросов мы посмотрим уже в следующем занятии. Нужно еще тут важно сказать, что мы отправляем запрос. Мы отправляем запрос в виде объектов. И эти объекты идут в формате JSON. JSON расшифровывается как JavaScript Object Notation. Это нотация объекта в стиле JavaScript. Это тоже JSON. Но особенность JSON в том, что вот этот весь объект, он представлен в виде строки. То есть JSON это в любом случае текстовый формат. JSON это текстовый формат. Но подробнее про JSON и про все остальное мы поговорим чуть позже. Пока что уясните вот эту картину о том, что система между собой коммуницирует. они используют для этого запрос и ответ, если это работает в рамках HTTP протокола. HTTP протокол пишется вот так. HTTP протокол расшифровывается как гипертекст трансфер протокол. Протокол отправки гипертекста. Мы через него можем передавать и гипертекст, и JSON. Для общения между системами типа агрегаторов авиабилетов и авиакомпании, скорее всего, удобнее будет JSON, чем HTML, либо XML. Но это уже совсем другая история. Пока что уясните эту картину и пояснение по каждому пункту я уже дам в следующих видео. Спасибо. Продолжение следует...